Всем доброе утро! Меня зовут Наталья Шишкина и я лайфоголик. Сегодня мы будем летать из Италии в Прагу. Мы с вами сейчас завтракаем. У меня есть кофе. И тадам! Торт, сделанный хозяйкой дома, кофейный крем с безе. Хана диете. На диете я уже 6 дней. Это японская диета. Похудела на 2,5 кг. Как вы видите, стабильно ее нарушаю. Сегодня мы переезжаем из Италии в Прагу. Я закончила свою работу в Италии. И в Прагу приедет мой муж. Я в Праге бываю раз в год. Два раза в год. И мой муж приедет первый раз, наверное. Второй раз за 3-4 года. У него прям ностальгия. Он хочет походить по тем улочкам, по которым мы ходили. Обязательно съесть тордельник. Я уже присытилась, насытилась. Я спокойно к этому. А ему прям очень хочется. Он очень жаждет. Приедете ко мне на 4 дня. Обязательно будем все-все-все для вас снимать. Посмотрим, как Прага изменилась за те 5 лет, в которые я там нахожусь. Сегодня прочитала в новостях, что в Болгарии выпал снег. И объявлено в чрезвычайном положении. Да, в Болгарии снег это редкость. Но я думаю, тем интереснее их климат. Сзади меня, кстати, находится камин, который работает. Давайте я вам сейчас покажу. Как топятся дома в Италии. Котел с управлением. Судя по всему, зима и осень будут очень холодными. Потому что в Италии тоже холодно. И это непривычно холодно для Италии. И покажу вам мой вид из окна. Вот когда вы смотрите на такой вид из окна и слышите петуха, но вы, наверное, его не слышите. Неужели можно злиться? Ну, смотрите, как круто. Давайте я вас оставлю пока с таким видом. И поговорю с вами насчет видео, которое выпустила недавно Светлана Енчева. Это блогер из Болгарии. У меня есть квартира в Световом Власе. И ей кто-то там писал про то, что зачем эмигрировать в бедную Болгарию, если есть возможность за один евро в Италии купить дом. И все те будут рады за то, что ты этот дом купил. Но мы же понимаем, что те, кто гладко стелят, там жестко спать. Когда вы покупаете дом за один евро, у вас есть перечень задач, которые вы должны с этим домом выполнить. И внимание, самостоятельно сделать вы это не имеете права. То есть для сравнения. Мы живем в деревушке. Это частный дом. Здесь можно делать что угодно. Помимо частных домов в Италии существуют квартиры. Привычные для нас с вами дома. Так вот, чтобы сделать там ремонт, нужно получить очень много согласований. Утвердить проект. Когда, в какое время вы будете сверлить. Какое неудобство вы доставите соседям. Мало того, что соседи должны быть согласны, что вы сделали ремонт. Что вы делаете ремонт. Так еще вы не имеете права делать его собственными руками. Это должны делать специально обученные люди. Все, обязательно нанимайте фирму. Там действительно много бумаг нужно собрать. И вот. Последние мои данные. Один человек, который делал ремонт в ванне. Чтобы вы понимали. Там не было золотых унитазов. Но потратил он 10 тысяч евро. 10 тысяч евро ремонт в ванной. Вам оно надо? У нас половина делает ремонт самостоятельно. Мы когда купили квартиру в Святом Власе. Мы потратили 300 тысяч рублей. На полностью. Значит у нас 48 квадратов. На полностью ремонт в квартире. Мы только санузел с ванной не трогали. У нас там тушек. И там плитка. Как бы плитка не портится. Мы все. Мы вскрыли ламинат. У нас первый этаж. Вскрыли ламинат. Мы обновили полностью всю мебель. Стены обновили. Ламинат положили. У нас остались двери. Которые я не знаю будем менять или нет. Мне все говорят оставь. Мы сделали калитку за эти деньги. Чтобы вы понимали. У меня на кухне есть посудомойка, мультиварка, СВЧ, блендер. То есть стирание машинка, холодильник. Это я вообще даже не называю как дополнительный какой-то гаджет. У меня есть все технические приспособления 21 века. У меня есть двухспальная киевская кровать. Болгарская мебель мне не очень нравится. Мы как правило покупали либо в Кико, по-моему у них. По-моему Кико называется. Там мы покупали спальню, кровать именно. А всю остальную мебель мы покупали, заказывали в Икее. В Бургасе есть отделение в Икее. Вы можете прийти, заказать. Через неделю вам все пришлют. Сразу заказать нельзя. И кстати на канале есть эти видеозаписи. Можете посмотреть как мы все покупали, заказывали, делали ремонт. И это явно, то есть это вся квартира обошлась в 300 тысяч, а тут 10 тысяч евро. И вы должны понимать, что цены здесь в евро. Вот такая бутылочка воды стоит в магазине полтора евро. Полтора евро. Стоимость услуг работы нянечки за пожилыми людьми 6 дней в неделю, 1 день выходной, причем 6 недель круглосуточного пребывания, стоит от 700 евро до 1100-1200 евро. А бутылочка воды у вас стоит полтора евро. Понимаете? В Макдональдс ходить. Я сходила в Макдональдс. Я купила себе филео фиш, картошку фри без соуса и наггетсы. Я заплатила практически 10 евро. Я ничего не взяла. Я не брала воду, я не брала соусы. Так что то, что вам кажется, что здесь дешевле, безусловно, есть огромнейшие плюсы. Огромнейшие плюсы у Италии. Это климат. Это близость моря. Но если в Болгарии вы будете разговаривать с представителем, да, коренным, с болгариным, если он будет говорить медленно, если вы захотите друг друга понять, вы поймете. Все равно это славянская группа языков, поэтому их слова очень похожи на наши. В Италии никто не знает английский язык. Им это не нужно. Они самодостаточные. У них своя страна, свои городки. И язык, наверное, будут знать только в тех магазинах, где иностранцы, в первую очередь, да, здесь английский не знает никто. И все будут тебе продолжать говорить на итальянском. Когда ты просишь помощи, тебе просто начинают медленнее говорить, но на итальянском. Если ты не знаешь итальянский, извини. И ты не понимаешь. Ну, правда, не понимаешь. Я в Италии уже третий раз. Я была во Флоренции. Та же история. И я здесь прилетаю в аэропорт Монпельсия, если я не ошибаюсь, в названии. И мы находимся, в принципе, недалеко от Милана. Под Миланьем. Есть под Москвой, есть под Миланьем. Шучу, конечно. В общем, у нас наше местонахождение это Арона, Паруцаро. И здесь английский не знает. Здесь я уже второй раз. Первый раз я приезжала на три недели, второй раз я приезжала на две недели. Я не могу сказать, что здесь люди живут легко. Это достаточно сложное проживание. В этом году холода наступили ранее. Вот эта палетка такая огромная для печки. Вот специальные такие дрова, которые долго клеят, долго тепло отдают, стоят сейчас 179 евро. 179 евро, друзья мои. И не факт, что вам ее хватит на целую зиму. Здесь вот все сучочки, все деревья, которые обрезаются, вот там вот, да, в огороде, они идут в растопку. Бумажные пакеты идут в растопку. Очень много чего сжигает для того, чтобы было тепло. Поэтому то, что вы... Кто-то там наехал на Светлану... Наверное, просто нужно быть чуть помягче. Потому что самое главное же... Не то, где ты живешь. Самое главное. Счастлив ли ты там? Поэтому все те, кто пишут Светлане гадости, прекратите. Неважно, где вы живете. Важно, счастливы ли вы там. И Светлана счастлива. Обратите внимание, она никого не агитирует. Она рассказывает свое мнение. И вы либо с ним соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Напомню, что у меня есть квартира в Болгарии. Более того, с теми, у кого есть квартира в Турции, мы тоже общались. И они теперь едут в Болгарию. Потому что в Турции нестабильная политическая атмосфера. И те, кто купили, перестали ехать туда. Там вообще, друзья мои, мусульманская страна. На секундочку. То есть, вот я живу в Святом Власе. Живу. Квартира у меня в Святом Власе. Мы приезжаем полгода мы там. И у меня рядом два православных храма. У меня рядом много русскоязычных, русскоговорящих людей. А мне очень толерантны мои соседи. Болгары я имею в виду. Никто не требует от меня как-то одеваться. Закрываться. Камера села в самый неудачный момент. Я как-нибудь запишу вам видео. Разница там Болгарии и Италии. Болгарии и Праги. Вообще разница существует между странами, городами и национальностями. Но дело же не в этом. Дело в том, что вы выбираете по своему внутреннему ощущению. Где вам более комфортно. Рай на земле не существует. Везде будут свои плюсы и свои минусы. Выбирайте место проживания там, где вам комфортно. Не зарекайтесь, что вы эмигрируете и не возвращаетесь. Это тоже странно. Вы можете жить где угодно. Относитесь к этому проще. Когда люди переезжают из Канады в Америку, из Штата в Штат, ни у кого не возникает таких вот яростных противников к этому. Потому что ты имеешь право пожить где угодно. У тебя жизнь одна. Наслаждайтесь своей жизнью. Вне зависимости от того, где вы находитесь. Хотите жить в горах? Езжайте в горы, катайтесь на лыжах. Хотите жить у моря? Езжайте к морю, живите у моря. Хотите жить в прогрессивных столицах, где 24 часа в сутки все работает? Езжайте в Москву, в Токио, еще куда-нибудь. Вы можете выбирать. Сейчас такое время, когда ты конкретно можешь выбрать, где тебе жить. Деньги под это находятся. Главное работать. Обманывать тебя будут в любой стране. Еще раз повторюсь, рая на земле не существует. Но вы сами кузнецы своего внутреннего счастья. И я очень надеюсь, что я ни в коем случае не обидела Светлану, упомянув ее в своем видео. У меня нет такой какой-то, как у блогера делают, хайпануть на ее имени. У меня нет такой цели. Мне очень человек импонирует. Я считаю, что она высказывает свои мысли очень грамотно, правильно. Я очень рада, что человек, уже будучи состоявшимся, кардинально изменил свою жизнь. Это тоже требует определенной внутренней силы. И что сейчас она ею наслаждается. Она показывает то место, в котором чувствует себя счастливой. Порадуйтесь за нее. Она все делает правильно. Если вы не согласны с ее мнением, то, пожалуйста, пишите его адекватно. Выражайте свое мнение. Не грубите, не хамите. Это в корне неверно и неправильно. Не для этого люди вам снимают блоги, влоги, болталки и так далее. Люди просто хотят с вами поделиться. Не нравится – пройдите мимо. Нравится – похвалите человека. На этом все. Пойдемте собирать с вами чемоданы. И увидимся. До скорых встреч. С вами была я, Наталья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok